Фёдор Амосов Зал мне очень понравился, публика очень благодушная, с удовольствием слушает и принимает музыку, сегодня большой концерт, и очень много разнообразной музыки, огромное количество премьер, практически все сегодня произведения это премьеры здесь, в Нижнекамске. Мне кажется, что это очень важно, не просто играть музыку ради того, что это премьера, а действительно все очень хорошая музыка. В этот вечер на сцене выступили и другие звезды классической музыки Никита Борисоглебский, Альфредо Реис Лагунова. Зрители каждого из них провожали долгими овациями, а это свидетельствует о том, что ценители классики в нашем городе немалые люди очень соскучились по большим концертам. Это вечная музыка, она постоянно поостребована. Определённое состояние души сидишь, услождаешься музыкой. Мы вот ездили в Елабугу, там приезжал Борисоглебский, постоянно привозил на концерт, с удовольствием смотрели, а тут Нижнекамский можно посмотреть. Классика, мне кажется, это музыка вообще вечная, и я очень люблю классические произведения. Вообще люблю музыку разных жанров, а классику очень люблю. И здесь, допустим, приезжает не только оркестр Пульмавера, иногда приезжает Игорь Лермон, оркестр, и там и местные тоже устраивают. Очень здорово, классика, великая музыка. Душа отдыхает там рядом, когда слушаешь, вот, ну, я не знаю как. Душа поёт, мы оттуда выходим. Классика – это вечная, это неприходящая. Требования Роспотребнадзора, конечно, никто не отменял. Зал в этот вечер был заполнен на 70%. Прошедший фестиваль был девятый по счёту, следующий будет юбилейный. И нет никаких сомнений, что пройдёт он при полном аншлаге. Александр Халин и Евгений Лызаев, Новости НТР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова